Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! День семьи, любви и верности, который вполне возможно, кстати. Скоро станет даже, может быть, государственным праздником. Да, вот так вот. Я слышал на днях по радио, что депутаты проявили подобную инициативу. Здорово. Это было бы очень неплохо. Очень кстати еще один выходной заполучить. А еще этот праздник совпадает с Днем памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Мне кажется, поэтому эту дату и выбрали, 8 июля. Я вот об этом и говорил, когда рассказывал, что корни этот праздник имеет достаточно глубокие, историю давнишнюю. Потому что, естественно, именно поэтому, не на верное, а именно поэтому этот день был провозглашен Днем семьи, любви и верности. Это день святых Петра и Февронии, которые, несмотря на все невзгоды и напасти, которые выпали на их судьбу, пронесли веру друг к другу, любовь взаимную через всю жизнь. Вот. Вот такой вот замечательный праздник. Кстати, наши коллеги, наши корреспонденты подготовили опрос жителей Одинцова, что, по их мнению, является залогом счастливого брака и крепкой семьи. И наши жители нам ответили. Давайте посмотрим этот репортаж в рубрике «Про опрос». Я думаю, это всем будет интересно. Всем привет! Это рубрика «Про опрос». Давайте в День семьи узнаем, в чем секрет крепкого союза. Ну, на доверие, во-первых. На доверие, на уважение взаимное. Ну, как бы... Ты это не объяснишь. Это, как бы, может, свыше. Понимание, мне кажется, что у всех у нас есть свои плюсы и минусы. Если ты не готов прощать другого человека за его минусы, то трудно тогда придется. Взаимопонимание. В любви взаимопонимание. Мы слишком ленивые, чтобы ссориться. Чтобы разводиться. Да. Плюс ипотека. Это вещь. Ну, а если честно? Честно. Как есть. Так бы давно уже развелись. Нет, еще пара детей тоже решает вопрос. По-моему, отношение друг к другу и, самое главное, понимание друг друга нужно понять. Если друг друга понимаем, мужчина-женщина, женщина-мужина, то будет семья, по-моему, хорошая. С вами была Эмилия Ракелян. Пока-пока. Как же радостно, что в нашем округе столько крепких и дружных семей. И к крепким и дружным семьям мы обязательно еще сегодня вернемся в программе чуть позже. Днем семьи, любви и верности 8 июля не ограничивается. Сегодня еще в нашей, кстати, стране есть один профессиональный праздник. А именно 8 июля 1960 года в составе вооруженных сил СССР появился новый род войск. Да. И была учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками. И поэтому сегодня у всех зенитчиков-ракетчиков праздник профессиональный. Друзья мои, всех причастных поздравляю с этим праздником. И сегодня отмечают праздник люди, чья служба в буквальном смысле обеспечивает нам мирное небо над головой. Традиционно во всех частях ЗРВ, как они правильно называются, проходит торжественное мероприятие построения 8 июля. Да, ну и потом вечером все садятся за стол, я думаю. Конечно. Вот, да. Но это правда, это наш щит, можно сказать. Да, это прям прямая оборона нашей страны. Поэтому, конечно, праздник важный. И профессия очень важная. Так, ну что, двигаемся дальше. Полин, ты аллергик, я забыл? Нет, к счастью, у меня таких проблем никогда не было. Но я, правда, знаю, что аллергия может проявиться в любом возрасте. Это правда, да. И связано это и с плохой экологией, и с не очень качественными продуктами мы накапливаем в себе. Кстати, аллергия имеет накопительный характер. Вот. И мы эти аллергены накапливаем в себе в организме просто безбожно как-то. И потом вот в любом возрасте, в любой момент это зараза, извините, это за выражение может выстрелить. Но я к чему это все, как говорится, к чему я о грустном-то? О том, что сегодня еще и всемирный день борьбы с аллергией. Так что, вот, аллергики, сегодня ваш день. Будем бороться с этим недугом вместе с вами. У меня, вот, ты знаешь, никогда тоже не было никакой аллергии. А вот у моих детей есть аллергия. Причем у обеих, на кошек. Не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее. Но мне кажется, все-таки это не наследственное. Это все-таки вот связано с экологией, с не очень хорошей. С питанием не очень правильным. Это такая уже приобретенная аллергия. А у меня вот аллергия, ну, говорю, вот, не было никогда. Она у меня иногда, вот, знаешь, вот, что называется, через год, а то и через несколько лет. Летом проявляется вот на какие-то, видимо, цветения. Не знаю, но очень недолго. Глаза начинают слезиться, чихать начинаю. Не знаю, на какие цветения никогда не делал вот эти вот анализы. Сейчас можно определить аллергию. Ну, я советую тебе все-таки сдать анализы. Лучше предупрежден, значит, вооружен. Я с тобой согласен, да. Но она у меня нечастая, поэтому... Ну, в общем, в любом случае, друзья мои, с аллергией надо бороться. Это недуг, от которого можно избавиться. В том числе крепким здоровьем. Вот. И хорошим настроением, между прочим. Ты, кстати, знаешь, раз еще к слову немножко об аллергиях. Сколько их бывает разновидностей. Есть совершенно пугающие, допустим, бывают аллергии на воду. Причем на любую жидкость, не только на воду. И после соприкосновения с водой у такого аллергика начинает выступать крапивница. А еще бывает аллергия на солнечный свет, на запах рыбы. Или вот, допустим, на обувь. Причем не на саму обувь, а на вещества, которыми пропитывают кожу, из которой сделана обувь. Вот мне интересно, что делать таким беднягам? В лаптях ходить? Ну, я не знаю, честно говоря, что делать в таких ситуациях. Но, наверное, ты права. Надо сходить и сдать соответствующие анализы, определить точно, на что у вас аллергия. Потому что нам может казаться, что у нас на солнечный свет аллергия. А на самом деле она на обувь. Просто так совпадает, что когда солнце светит ярко, мимо проходит человек в обуви, на которой у вас аллергия, и вы начинаете чихать. Ну, это действительно шутки шутками, но момент очень важный. Поэтому лучше, конечно, обратиться к врачу. Но для того, чтобы действительно вот эта вот болячка не прицепилась к нам, нужно все-таки вести здоровый образ жизни. А это в первую очередь занятие спортом, конечно, дорогие мои. Вы понимаете, на что я намекаю, да? Я намекаю на нашу постоянную рубрику про спорт, где Екатерина Крамер, наш корреспондент, расскажет нам, как правильно вести здоровый образ жизни. Смотрим рубрику про спорт. Мы сегодня узнаем, как привести себя в прекрасную форму при помощи йоги. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь в мире йоги. Мой путь в мире йоги начался с поисков улучшения здоровья. Я начал практиковать йогическую гимнастику с целью улучшить состояние позвоночника, ну и в целом растяжку. Расскажите, пожалуйста, какие бывают виды йоги и какую вы еще преподаете? Я преподаю хатха-йогу. Ну, бывают у нас широко представлены разновидности хатха-йоги. Также кундалини йога, йога Айнгара или бхакти-йога. Кришнаитов знаете? Это тоже йоги. Да, слышу. Это тоже йоги, да. Они практикуют бхакти-йогу так называемую. Вот в хатха-йоге делается акцент на гимнастику, на очистительные какие-то техники, на дыхание. Также практикуются мудры, банхи. В общем, те инструменты, которые отличают один вид йоги от другой. Вот в хатха-йоге инструменты одни, в кундалини-йоге они другие, в бхакти-йоге еще какие-то. Какая особенность вот именно вашей практики? То есть на что вы делаете акцент? Мы делаем акцент на гимнастику, на дыхание и на состояние спокойствия. Мы стремимся к состоянию равновесия, умиротворения. А можете вот поделиться, как проходит ваше занятие? То есть, может быть, начинается какой-то разминки или как-то уже вы сразу к элементам переходите? Или все зависит от уровня знания человека? Знаете, наши занятия, они, в общем, имеют окрас физкультуры. Поэтому, конечно, у нас есть разминка, основная часть, заключительная, или заминка, можно ее так назвать. Давайте тогда посмотрим сейчас ваше занятие. Давайте. Давайте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите подробнее про практику дыхания, то есть, как настроиться и как правильно дышать. Психическое состояние человека зависит или связано с процессом дыхания. Когда человек возбужден, когда он тревожен или возмущен, разгневан, он дышит быстро и не очень глубоко. Когда человек спокоен, его дыхание становится медленным, размеренным. И в состоянии полного покоя дыхание приостанавливается. Это происходит с нами каждую ночь, кстати говоря, когда мы спим и пребываем в состоянии глубокого сна. В ходе нашего занятия мы стараемся дышать глубоко, медленно, размеренно, так, чтобы продолжительность всех вдохов и выдохов была примерно одинаковой. После каждого вдоха и выдоха мы выдерживаем небольшие естественные паузы. Я вам рассказываю сейчас секреты. И дыхание должно быть плавным. А можете мне, например, как на примере показать, как правильно дышать? Да. В ходе практики мы дышим определенным образом. Как я уже говорил, глубоко, спокойно, размеренно и плавно. После каждого вдоха и после каждого выдоха выдерживаем небольшие естественные паузы. По одной-две секунды, не больше. Итак, наше дыхание делится на три части. Это нижнее брюшное дыхание. Потом среднее грудное, когда на вдохе наша грудная клетка расширяется, на выдохе сжимается. И верхнее, ключичное, когда в конце глубокого вдоха наши ключицы немного приподнимаются и на выдохе опускаются. В нашем дыхании, в нашем случае мы задействуем все эти три части, три фазы. Начнем с брюшного дыхания. Начнем с нижнего дыхания, дыхания животом. Ладонь одной руки, раскрытую ладонь, помещаем на живот. Вот, сидим прямо, плечи расправлены и удерживая грудную клетку неподвижно, дышим только животом. На вдохе живот несколько раздувается. Нет, грудная клетка не поднимается. Давайте другую руку сюда. Да, грудь неподвижно, дышим только животом. На вдохе живот раздувается, а на выдохе подтягивается. Так, попробую тогда. Медленный вдох, раздуваем живот. Вот, и выдох. Подтягиваем. Грудь неподвижна. Хорошо. Теперь таким образом обнимаем ребра, обнимаем грудную клетку, локти в стороны. Держим голову ровно, шею прямо. Делаем глубокий вдох, чувствуем, как грудная клетка расширяется во все стороны. Вперед, вправо, влево и даже назад в сторону спины. И выдох. Чувствуем, как грудная клетка уменьшается в объеме и как будто руками чуть-чуть помогаем ей. И еще раз. Глубокий вдох. И спокойный выдох. Скрестите предплечье, запястье. И пальцами рук коснитесь ключицы. Так, да? Да. Теперь, делая глубокий вдох, добейтесь того, чтобы ваши ключицы приподнялись на пару сантиметров. Обычно это та фаза, которую человек теряет, не доделывает вдох. И на выдохе ключицы снова напускаются. И еще раз. Глубокий вдох. Над ключицами образуются небольшие ямочки при этом. И выдох. И теперь собираем все это воедино. То есть сначала... Опускаем ладони. Да. После выдоха. Мы делаем вдох, чувствуем, как раздувается наш живот. Затем, продолжая вдыхать, чувствуем, как расширяется грудная клетка. И в конце глубокого вдоха приподнимается ключица. Небольшая пауза. И такой же медленный, размеренный выдох в обратном порядке. Ключица, грудная клетка и в конце живот. После чего небольшая пауза. Воздуха должно хватить на три этапа, да, так скажем? Конечно. Весь воздух. Вы просто дышите в комфортном ритме. Не очень медленно и не очень быстро. Но так, чтобы это было комфортно и медленно в вашем понимании, по вашим ощущениям. Итак, после выдоха делаем вдох, живот. Расширяем грудную клетку, не спешим. И в конце глубокого вдоха приподнимаются ключицы. Небольшая пауза и выдох. Ключица, грудная клетка и в конце живот. Это полный выдох, небольшая пауза. И продолжаем. Сохраняем спокойствие. Полный выдох, небольшая пауза. Понятно. То есть просто надо уметь собирать, наверное, как-то концентрироваться, скорее всего, на тех местах, да, которые вы сказали. Просто когда мы в обычной жизни, наверное, вдыхаем, мы такого не замечаем, правильно? Ну, нужно выработать определенный навык так дышать. И это вырабатывается при желании, опять же, очень быстро, за несколько дней. И то есть это помогает как-то расслабить тело или, наоборот, сконцентрироваться? Это заставляет сосредоточиться, в первую очередь, и отвлечься от наших проблем, которыми забита голова. И на протяжении всего занятия мы, так сказать, отдыхаем от этих проблем. И по завершению занятия мы возвращаемся к своим повседневным делам уже с отдохнувшей головой. Таким образом, наша практика, помимо гимнастики и вот этого дыхания, превращается в своего рода медитацию. Да, Денис, индийцы все-таки очень мудрый народ. Ты знаешь, я даже не знала, что бывает столько разновидностей йоги. Правда, о пользе йоги я наслышана очень хорошо. Все никак не могу взять себя в руки и заняться йогой. Ну, я думаю, что ничего сложного в этом нету. Нужно просто взять и заняться, как говорится. И все, и не надо откладывать все это в долгий ящик. Но мы продолжаем нашу программу и возвращаемся к главному празднику сегодняшнего дня. Напоминаю, 8 июля в нашей стране теперь уже официально отмечается День семьи, любви и верности. И наш гость, с которым мы встретимся буквально через несколько секунд, как раз нам своим, ну, собственно говоря, своей жизнью докажет, что в нашей стране с этим все в порядке. Хотелось бы вернуться к теме счастливых взаимоотношений. Сегодня, в День семьи, любви и верности, у нас замечательная гостья в студии. Ольга Кравченко, руководитель и основатель социального проекта благотворительного «Мамина помощь». Мама четверых детей. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляем вас с праздником. Сегодня у нас, во-первых, президент подписал указ, что у нас теперь это всероссийский праздник и национальный наш праздник. А еще я сегодня слышал, что якобы вот готовится законопроект о том, чтобы вообще этот день сделать выходным днем, кстати. Ой, я только за. Был бы шикарно. Да, да, серьезно. Всей семьей. Будет это или не будет, ладно, мы еще поживем, увидим, как говорится. Но, тем не менее, праздник, несмотря на то, что он, в общем-то, достаточно старинный праздник-то, да, это День Петра и Февронии Святых, вот, он у нас сравнительно недавно как-то начал приживаться в стране. И, мне кажется, прижился. Прижился. Поэтому с праздником вас и вашу семью огромную. Спасибо большое. Правда, действительно, семья огромная, счастливая. И племянники, у меня много племянников. И, слава богу, живы родители еще. Так что, да, большая, большая семья. Оля, ну, знаю, что, к великому сожалению, вы вдова, но хотелось бы в этот день вспомнить вашего мужа. И хотелось бы узнать, как вы познакомились, и как он за вами ухаживал, как это все было. Расскажите, пожалуйста, немножко нам о нем. Мне было еще 17 лет, когда я познакомилась с мужем. И на какой-то момент после нашего знакомства мы расстались, потому что, ну, я, мне нужно было поступать в институт. Вот я поступила, но муж был, видать, его чувства были сильнее, потому что... Настойчивым. Да. И он все-таки сказал, что мы должны быть вместе. Но я расскажу такую предысторию нашей совместного, ну, вот, наверное, пребывания нашего будущего. А мне перед встречей с ним приснился сон. И приснился сон, как будто бы очень быстро кружится земля, и мне кто-то сверху говорит, я тебя люблю. А я как будто бы понимаю, что это вот именно вот на... про мою вторую половинку. Я говорю, кто это? Мне же интересно, кто это? Он говорит, я тебя люблю. Я думаю, я говорю, ну, скажи хотя бы имя его. А все это происходит вот на таком каком-то вот... не диалог, а вот на каком-то уровне сознания диалог, да. Он говорит, ты скоро узнаешь. И действительно, я скоро и узнала. И правда, получилось так, что я шла по улице, он мне навстречу. И я думаю, какой же интересный такой идет. Я его здесь не видела, потому как я жила в частном секторе. А он потом выяснился в благоустроенной квартире. И вот мы проходим мимо друг друга. И я думаю, дай-ка я посмотрю, ну, что там во что одета, а весь такой модный. Тогда была варенка, там все дела. И я поворачиваюсь, и он в этот момент поворачивается. Думаю, ну, чего же я вот так вот опростоволосилась-то? Иду дальше. Думаю, ну, сейчас же второй раз он не повернется. Я поворачиваюсь. И он поворачивается. И вот так вот три раза. И я потом уже не стала. Но получилось так, что на следующий день мы с ним встретились. И я уже поняла, что он подойдет познакомиться. Мы познакомились. И вот, ну, как говорится, больше не расставались после того, когда... Сколько лет прожили вместе? 24 года. Четверть века. Да. Как его звали, Ольга? Виктор. Виктор. Виктор, Царство Небесное. И по прошествии стольких лет я, конечно, могу с гордостью сказать, что он был замечательным отцом. И что наши дети, ну, насколько вот они сейчас возмуждали, да, они достойные граждане своего общества, нашего общества. Ну, расскажите нам про детей тогда. Да, и вообще, вы всегда хотели столько детей. Четверть детей, два мальчика, две девочки. Нет, первого ребенка, конечно, хотели мальчика, и он, Господь дал, именно мальчика. Потом у меня было... Сколько ему уже? Сейчас 29 лет. 29 лет. Да. Старшему сыну. Старшему сыну 29. Младшему 21 год. 22 вот сейчас будет в июле прям совсем. И они оба закончили институты по защите информации, ну, то есть IT-технологии. IT-технологии, да, да, все верно. Самая такая сейчас востребованная профессия, мне кажется. Ну, абсолютно, правильно, потому что сейчас... Но весь мир. Да. Сейчас все... Уходит в интернет. Абсолютно верно. И еще и в связи с последними событиями, конечно, это очень важно, потому что нужно развивать наши технологии, нашу Россию продвигать. Так, а девчонки? Как раз этим они и занимаются. Девочки. Девочкам 13 лет и младшей 11. Они занимаются... 13-летней у меня вот недавно совсем перестала посещать такой отряд имени Головашкина, нашего героя. Патриотический отряд, она была такой военной, вот одна девочка, она вела, она ваша коллега, она вела, да, канал о работе отряда. А младшая, она больше такой гуманитария, она много читает, ну, она очень разнообразная, но одна из них, она очень сильно похожа на папу. И вот к вопросу возвращаемся о том, что четверо детей, конечно, я даже себе представить не могла, что их будет четверо, но получилось так, что первый ребенок, он был задуманный. Запланированный. Да, запланированный, все. Второй, и мы ждали девочку, родился мальчик незапланированный. Третью мы ждали, она прям все... Запланированная девочка. Абсолютно запланированная девочка. И Глаша моя, она незапланированная девочка. Ни девочка, и ни мальчика. Вот, так что все дети, конечно, они в любви рожденные и воспитанные, и... Но вы счастливая женщина. Очень. Счастливая женщина. Абсолютно. Счастливая мать, счастливая жена. Абсолютно. У вас все в жизни. Ну, конечно, мы не будем сейчас о плохом, да, но вы себя считаете счастливым человеком. Абсолютно. Я всегда, когда укладываю спать, да, я всегда говорю, я счастливая и мама, и счастливая дочь, и счастливая сестра, у меня две младших сестры, и счастливая тетя, потому что у меня столько племянников прекрасных. У меня пять племянников, да. А часто собираетесь вот всей семьи, всем кланом, так сказать? Очень часто. Ездим к родителям, ездим, ну, опять-таки повторюсь, да, что родители, слава богу, еще живы, уже им там по 75 лет, но еще бегают, и дай бог им здоровья. А ездим к родителям куда? Ну, здесь рядышком они? Они в Московской области, в Шатурском районе. Мы их перевезли из Сибири с мужем, потому что мама там осталась, и я понимала, что, хотя она осталась-то с младшими сестрами, но мы решили, что все-таки всем поближе к центру надо. Но когда вы все вместе собираетесь вот в самом таком лучшем варианте, сколько вас собирается народу? Не считали? Не пересчитывали? Вы знаете, нет, не пересчитывала. Ну, наверное, человек 15 минимум. Человек 15. Да, да. Мы всегда, у нас такие творческие проходят встречи, мы всегда устраиваем какие-то конкурсы, переодеваемся, особенно вот мы со средней сестрой очень любим шарады какие-то разыгрывать, в игры играть общие вот такие вот командные. То есть у нас прям, знаете, такая семья с семейными, со своими традициями. У нас есть, лично в моей семье, есть такая традиция, что на Пасху мы все собираемся, все дети приезжают к нам домой. Ну, девочки, они дома, понятно. Мальчишки со своими уже женами приезжают к нам. У них обоих, да? Обои, да. И я очень рада, что хорошие невестки у меня. Хорошие отношения с ними. Я люблю, потому что они любят, мальчики любят своих жен, значит, и я люблю. Вот мудрая женщина. Я считаю, что всем мамам, мальчикам на заметку. И девочек, кстати, тоже. Да, и вот мы, они приезжают ко мне, и мы идем крестный ход. Это всегда происходит на Пасху. Мы крестный ход. Ну, и, естественно, как это по традиции, приходим уже, яйца бьем, Пасху едим, и утром уже все разъезжаются опять-таки по своим домам. Потому что, ну, дела и работа. А невестки вас любят? Вы знаете, я надеюсь, что да. Ну, как мать же вы чувствуете это? Ну, я чувствую, что да. Мне кажется, вас любят вас любят. Потому что я их люблю. Нет, я правда их очень люблю, потому что они у меня такие какие-то вот нежные. И опять-таки, вот вы знаете, я, наверное, скажу такую вещь, что почему я сказала о воспитании, да, почему муж привил, что у меня мальчики, они именно как семьянины. Они взяли вот своих девчонок вот под крылья, да, там, и вот они вместе везде, везде им помогают. А они у меня такие, мне кажется, ну, они прям как дети дочки. Я не знаю, я их дочерьми называю. Одна меня называет Ольга просто, но мы с ней так договорились. А вторая младшая невестка, она называет мама. То есть я не то, что не против, я наоборот, я говорил, я очень счастлива, что ты предложила так, я хотела сама, а ты меня опередила. Ольга, поделитесь, пожалуйста, секретами семейного счастья. Вот вообще, как вы с мужем жили дружно? Я так понимаю, что это в основном была ваша заслуга, потому что женщина все-таки за погоду в доме отвечает женщина. Расскажите, дайте небольшой мастер-класс. Ну, на самом деле, муж мне всегда говорил, терпеть меня можешь только ты. Хотя мы жили очень так это по-итальянски иногда, и мне надо было высказать. Но в основном, в чем, наверное, заслуга, не буду говорить моя, а заслуга воспитания моих родителей, что должно быть в семье, наверное, уважение, какой-то конкретный, не дашь совет, но не теряя себя, всегда ты можешь и быть... Женщина, она же многогранна, она может и борщ варить, и мужа погладить. Самое главное, вы знаете, я недавно совсем услышала такую вещь. Когда приходят домой твои любимые люди, хотя бы три минуты удели им, и я начала анализировать, а было ли в моей жизни вот так. И на самом деле-то так и есть. Кто не придет, мальчишки придут, я их там с порога... Вот они целовать уже не особо так это так дадут, щечку. Ну, распрошу, поговорю, усажу, там покормлю, если нет, так чай попьем. И с девочками, естественно, так. И я, я говорю, начала анализировать, и с мужем так же было. Он придет, это обязательно, ты должен оставить все свои дела. Ну, удели ты внимание, ты поговоришь, чем живет, интересоваться нужно. Нужно разговаривать, нужно понимать. И, наверное, тогда вот за счет этого и рождается вот это вот какое-то доверие, понимание. Ну, кстати, по поводу, вот поговори, мне кажется, здесь еще есть один очень важный момент. Это должно быть не, как говорится, не для галочки, а должна быть заинтересованность в этом. Когда ты заинтересован, собственно говоря, семья, она и заключается в том, что когда человек заинтересован в тебе, когда он дышит с тобой одним воздухом, когда он хочет узнать, как прошел его день, а не для там... Конечно. Про формы, так сказать, это не обманывается. Конечно, а мужчины это очень хорошо чувствуют, когда о них заботятся, когда действительно интересуются их жизнью. Здесь я не поспорю с вами. Но, все-таки, Ольга у нас не только счастливая женщина, вот в самом полном понимании этого слова, но она еще и занимается одним очень важным делом. И, ну, я думаю, что наши постоянные зрители ее знают прекрасно. Она у нас не первый раз в гостях. Ольга, расскажите нам поподробнее о вашем замечательном проекте. Наш Центр поддержки материнства уже четвертый год организовывает, и мы у вас были в преддверии как раз вот этих всех сборов, организовывает социально значимый проект «Мамин выпускной». Это когда неравнодушные люди собирают и устраивают праздник для детей в семьи, которых попали в сложную жизненную ситуацию. Опекаемые семьи, семьи, где мама воспитывает одна, есть такая семья, где папа воспитывает один. То есть вот тем людям, которые... Которые нуждаются в этой помощи, собственно говоря. Ну, поэтому вся благотворительность на этом и держится, помогать тем, кому нужна эта помощь. Ольга, предлагаю посмотреть сюжет. Мы недавно были у вас в гостях на вашем замечательном празднике «Мамин выпускной». Смотрим сюжет. Николай – юноша активный. Член молодежной палаты, спортсмен и шахматист. Еще вчерашний школьник. Сегодня он ученик престижного колледжа при Российском экономическом университете имени Плеханова. Впереди большое будущее, уверен Николай. В школе, в которой он учился, выпускной бал организовывать не стали, но через знакомых юношу нашли сотрудники благотворительной организации. У нас сегодня, значит, проходит выпускной от организации «Мамина помощь». Заранее хочу сказать благодарность этим организаторам, которые все это сделали, как говорится, на бескорыстной основе, которые пожертвовали, в первую очередь, своим временем, временем, наверное, своих знакомых, которые помогали им это организовывать. Также хочу сказать спасибо нашей администрации, которая в этом тоже, насколько я знаю, лично содействовала. Праздник начался на Лазутинке. Наряды, макияж, прическа. После всех приготовлений ребята дружно пошли фотографироваться на фоне летнего ландшафта парка. Далее чаепитие и застольные разговоры о будущем. Поздравить выпускников приехали депутаты-единороссы, общественники и другие почетные гости. Дети в этой стране самые лучшие, самые красивые, самые прекрасные. Самые веселые. Ура! Ура! Для каждого молодого человека прощание со школьными годами – важный жизненный этап. Детство позади, впереди настоящая взрослая жизнь. В адрес выпускников в этот день звучат самые искренние и теплые слова. Хочется пожелать, что в этот день им добра, успехов, стойкости духа, терпения, умения. Все прокладывается в дальнейший путь, только трудом, работой над собой и сохранением самых лучших человеческих чувств. Преданности Родине, патриотизма и всего самого доброго. Добрый им путь! Праздник проходит уже в четвертый раз. Можно уверенно сказать, что год от года проект активно развивается. С каждым годом все грандиознее и грандиознее этот праздник. Это я правда говорю. Но и сложнее. Много задач появляется. Если в те годы у нас обходилось таким количеством человек 5, 15, в этом году 35 человек мы одели. Каждый год проект «Мамин выпускной» поддерживает администрация и общественная палата Одинцовского округа, салоны красоты и дизайнеры, а также просто неравнодушные люди, которым нравится помогать и делать жизнь детей счастливее. Да, чудесное все-таки у вас получилось мероприятие. Правда, мы уехали. Расскажите, что дальше у вас было по плану? Но я вам скажу, что на самом деле все мои ожидания и переживания, они настолько оправдались и настолько превзошли. Все ожидания. Все ожидания превзошли ожидания, да. На самом деле самое главное это что? Это же результат, когда ты видишь светящиеся глаза, когда ты в ночь уже без сил просто ложишься, чтобы только вот вытянуть, ну, лечь в горизонтальное положение. И когда тебе начинают сыпаться эсэмэски от родителей, которые говорят, огромное спасибо, моя умолкнуть не может, она все рассказывает. Там мой в таком впечатлении, а давайте продолжать на будущее как-то встречаться. И реально мы с ребятами договорились, им так очень понравилось. Они говорят, а можно мы еще что-то будем дальше устраивать? Я говорю, ну, давайте. Вот я предлагаю вам первое, что мы можем сделать. Это встретиться в парке спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, поиграть в мафию. Потому как мы начали играть вот на турбазе. Мы же уехали на турбазу, сели в автобусы. И я, конечно, весь этот праздник, знаете, наверное, со слезами опять-таки на глазах, благодарю и просто рада, что в моей жизни есть такие люди, есть такая опора в виде моего друга Макацария Реваза Ревазовича. Потому что, когда я к нему в отчаянии, говорю, ты знаешь, отказались вот эти, отказались вот эти, я вообще не знаю, что делать. Он говорит, подожди, сейчас что-нибудь придумаем. Он обратился к Татьяне Викторовне Одинцовой, это наш председатель Совета депутатов. Обратился к нашей Ларисе Евгеньевне Лазутиной. Она тоже без всяких проблем, без всяких вообще вот надо, сделаем. То есть нам дали помещение, где мы могли накрасить и привезти вот в ту красоту, которую мы хотели создать нашим девочкам. Это в парке мы делали. Мы поехали на автобусах, на бесплатных, естественно, которые нам выделили от администрации. Благодарю Андрея Робертовича, потому что в его команде такие люди. И на турбазу. Все это тоже, опять-таки, без оплаты. Мы шикарно отдохнули. У нас присутствовал Дубковский дом культуры под управлением Оксаны Данииловны Зеленковой. Она состоит как раз вот в комиссии Реваза Ревазовича Макоцария. И я говорю, ну это было вот правда, вот от и до. И это такой кайф, ну такое слово, конечно. Хорошее слово. Ну это такой кайф, когда ты понимаешь, у тебя получилось лучше, чем это ты задумывал. Лучше, чем это было в прошлом году. У меня же мороз по коже. Ну правда, это было очень здорово. Но знаете, что я, наверное, меня поразило вот на этом празднике жизни? А что наши дети бытует мнение, что они инфантильные, они не понимают, что такое там патриотизм или еще что-то. Ну вот, да, они не понимают, что такое Родина там, для чего у нас сейчас проходит спецоперация. Но я скажу так, что когда вошла дискотека, и ведущая объявила о выборе песни, вы можете подходить и заказывать, то ребята заказывали песни, которые гремят на нашу страну, именно прославляя нашу Родину, именно прославляя нашу Россию. Это Майданов, это Газманов у нас пел. И вот этим можно гордиться за наших детей. То есть они достаточно умные. Нашими детьми можно гордиться. Нужно гордиться, конечно. Это наше будущее. И слава богу, что благодаря, кстати, таким людям, как вы, это будущее, слава богу, приобретает какие-то действительно такие вот очертания, достойные уважения и надежды на то, что все будет хорошо. Ольга, ну, я не знаю, я и в прошлый раз, и сейчас, повторяю, я преклоняюсь перед вашей деятельностью, потому что вообще, знаете, сейчас стало модным заниматься благотворительностью. И я повстречал на своем пути людей, которые это делают для какого-то хайпа, для какой-то раскрутки своей собственной, или же для того, чтобы какие-то свои собственные внутренние какие-то проблемы, так сказать, грешки прикрыть. И когда встречаешь людей, надо заметить, что таких, как вы, действительно, большинство, вот, но когда встречаешь людей таких, как вы, которые это делают откровенно, от чистого сердца, ничего за это не требуют и ничего не хотят, никакой выгоды от этого получить, а делают, потому что считают нужным. Я перед такими людьми преклоняюсь. Ольга, с праздником вас, с днем семьи, любви и верности. Теперь это у нас национальный праздник, президент подписал указ. Вот, и мне кажется, что ваша семья достойно войдет в историю этого праздника, потому что вы, как глава семьи вашей, огромный, замечательный, и ваша семья вся, которая действительно своими поступками, скажем так, своими членами этой семьи доказывает, что в нашей стране этот праздник не просто так существует. Это правда. Вот, поэтому с праздником вас. В первую очередь, это ваш праздник. Спасибо огромное. И всегда ждем вас в гости. Я, знаете, еще хотела сказать огромную благодарность вашему главному редактору Марии Шматковой. Да, она же в этом году принимала участие в вашей акции. Да, просто после того эфира, когда мы с вами записывали перед маминой выпускным, она подошла и сказала, Оль, я с огромным удовольствием девочку одно-одену. И действительно, эта девочка была, вот правда, как фея. И семья, в которой живет эта девочка, как раз самая сложная. Марии огромное, огромное спасибо. Это правда, это при нас было с Полиной, вот эта договоренность, это все действительно вот было. И огромное спасибо гримеру Светлане, которая тоже работает в вашей уютной семье. Она ее собрала, накрасила, причесала, и девчонка... Расцвела. Просто, просто, вот правда, цветочек. Она такая нежная, она такая вот, ну, жизнь... Ну, слава богу. Да, да. Ну, в общем, Ольга, еще раз с праздником вас. Еще раз большое спасибо, что находите время, приходите к нам в гости, делитесь с нами такими историями. И сегодня мы и про вашу семью все узнали. Вот. Будем всегда рады вас видеть. А праздников у нас в стране много, а вы настолько разносторонний человек, что вас можно на разные праздники приглашать. Так что будем приглашать и будем дружить с семьями. В следующий раз приходите, кстати, со всей семьей. Ну, хотя бы с частью ее. Ну, постараемся. С девчонками, например. С девочками, хорошо. Хорошо, Ольга, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго. Ну что, дорогие друзья, наша программа продолжается. Это про утро на телеканале ОТВ. Современная женщина успевает все. И в этом ее заслуга, и в этом ее прелесть. Ну, а для того, чтобы все успевать и при этом еще оставаться самой красивой, есть рубрика про бьюти. Смотрим. Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите Pro Beauty. Наша сегодняшняя тема – как убрать мешки под глазами без косметики. Умывайтесь прохладной водой, она тонизирует кожу. Иногда даже можно пробегаться по лицу кубиками льда. Снимать макияж нужно средствами на масляной основе. Они не раздражают кожу. Уменьшее количество потребляемой соли и спиртного. Очень часто мешки возникают из-за избытка жидкости в организме. Ее задерживает соленая пища. Пей достаточное количество воды, чтобы кожа была упругой. На сегодня это все. Вы смотрели Pro Beauty с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня. Денис, мне катастрофически не хватает времени. Я уже купила себе кучу ежедневников. Я стараюсь записывать все дела, но все равно я не могу успеть все. Мне мало 24 часов в сутки. Я сказал, это отличительная черта современного человека. У нас столько всего, нас в жизни окружает, и столько у нас дел и забот, и все действительно нужно успевать делать, и при этом оставаться красивыми женщинами, мужчинами, спортивными и подтянутыми. Как все успеть? Мне кажется, стоит в такой ситуации обратиться к совету астролога. И звезды вполне себе даже возможно подскажут вам, как спланировать правильно сегодняшний день. По крайней мере, вы будете знать, что вас ждет, на что нужно ориентироваться и что нужно сделать будет в первую очередь. Смотрим рубрику про гороскоп с Викторией Штельхорн. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхорн. Это рубрика про гороскоп. Смотрим рекомендации от карт на грядущую неделю. Овны, шестерка мечей рекомендует вам пускать события на самотек, пускай происходит то, что должно произойти. Не пытайтесь с этим бороться. Гребите по течению, доплывите по течению, и тогда вы увидите, что результаты могут прийти в вашу жизнь намного быстрее. Возможно, сейчас, на этой неделе, у вас случится какое-то событие, которое даст вам знак. Вот он, правильный выход. Вот он, верный путь. И рекомендации от шестерки мечей – следуйте за этим путем. А также идите в ту сторону, в которую двигаются и близкие для вас люди. В какую сторону вы бы хотели идти? В какое будущее вы видите? Какое будущее видят ваши близкие люди? Двигайтесь в эту сторону, потому что люди, которые рядом с вами, это тоже часть вашей жизни. И решать самостоятельно на этой неделе точно не стоит. То есть опираться на свое мнение обязательно, но все-таки рекомендуется опираться в том числе на рекомендации ожидания, мнения и желания близких вам людей, особенно семьи, особенно коллег, потому что иногда наши движения по жизни и планы на будущее связаны не только с личной жизнью, с семьей, но также и с той компанией, либо коллективом, в котором мы, например, работаем. Тельцы, Туз Жезлов рекомендует вам брать инициативу в свои руки и, знаете, быть достаточно активными на этой неделе. Активными физически, активными эмоционально, активными во всех смыслах слова. Поэтому проявляйте свою инициативу, будьте креативными, будьте смелыми, не сдерживайте себя, говорите так, как вы видите какие-то вещи. А также Туз Жезлов рекомендует быть действительно активными физически. То есть заняться спортом, пробежаться, куда-то пройтись пешком, не просто делать все монотонно и ждать, пока все случится само собой, а быть активным, делать шаг навстречу любым вашим задачам. И вот увидите, мир вас услышит и сразу поддержит и поможет. Также Туз Жезлов рекомендует заниматься ручным трудом, то есть что-то сотворить внешне. Не просто придумать, не просто нафантазировать, а действительно сделать, сотворить физически, материально, руками, возможно, даже. Близнецы. Десятка мечей рекомендует вам поставить точку и завершить то, что так давно уже надо было завершить. Десятка мечей также рекомендует осознать, вот что уже сейчас заканчивается. Вот сейчас, на этой неделе, какие-то события, возможно, происходят в последний раз. Что-то сейчас вы сделаете на неделе, и после вы уже не будете чувствовать никакого напряжения. Осознайте, что пора закончить, сделайте это и отпустите. И вот увидите, что уже после этой недели напряжение будет намного меньше. Также Десятка мечей говорит нам о том, что иногда в вашу жизнь могут приходить обстоятельства и события, которые будут для вас обязанностью, которые, возможно, вы не захотите делать, но вы поймете, что вы обязаны это сделать. Что вы должны сейчас делать? Возможно, для своей семьи, для себя, для своих родных, для своих друзей, для своего коллектива. Что вы должны сейчас делать? Примите это обязательство, эту обязанность и выполните ее с достоинством. Раки. Двойка Жезлов рекомендует вам в течение этой недели не торопиться с выводами, не делать резких движений, а наоборот оценивать ситуацию издалека. Планировать глобально, смотреть вперед, в будущее. Не просто спланировать один грядущий шаг и скорее его делать, а спланировать все 10, 20 и 30 шагов и постепенно приступать к выполнению этого плана. Также Двойка Жезлов рекомендует собирать силы, накапливать энергию, накапливать ресурсы, возможно, скопить немного средств, финансов, либо скопить действительно немного энергии и сил, которые вам пригодятся потом в каких-то других делах и обстоятельствах. Также Двойка Жезлов рекомендует посмотреть различные варианты. Не зацикливаться только на одной опции, либо на двух вариантах выбора, а рассмотреть очень различные форматы и факторы. Уточнить любые детали в любых тех вопросах, которые сейчас для вас актуальны. Что вы не замечаете, что вы не осознаете, что еще нужно прознать, какие вопросы и кому нужно задать. Львы, Шестерка Кубков рекомендует вам быть на этой неделе максимально открытыми к общению, коммуникации, взаимодействию. Даже можно впасть немножечко в ностальгию, вспомнить о каких-то одноклассниках, может быть, вы до сих пор поддерживаете общение, о родственниках, о знакомых, о близких, с которыми вы когда-то давно общались. Поддайтесь этому настроению приятных воспоминаний, вспомните это вместе, разделите это с ними. Также Шестерка Кубков рекомендует поддерживать связь и с актуальными, близкими для вас людьми. Сделайте важный акцент на этой неделе на эмоциональной стороне и на вашем эмоциональном состоянии. В любых делах, в любых задачах, даже на деловых встречах обязательно позаботьтесь об эмоциональном состоянии и атмосфере, в которой будут находиться все участники встречи, потому что именно она может на этой неделе помочь вам добиться всех желанных результатов. То есть не просто практичность и продуманность и расчет, а действительно атмосфера, настрой и настроение. Девы. Пас Жезлов рекомендует вам на этой неделе не распылять свое внимание и концентрироваться на самых важных и актуальных задачах. То есть если у вас есть конкретный план на эту неделю, концентрируйтесь на нем. Если вы чему-то обучаетесь, концентрируйтесь максимально на учебе. Если сейчас для вас важно решить вопрос отношений, все, внимание туда. То есть пас Жезлов, он не спускает свою руку. Он прям концентрируется только на конкретной задаче. И ничто, и никто его не отвлекает. Вам рекомендуется создать на этой неделе такие обстоятельства, в которых вы сможете спокойно, ну, можно сказать, творить, да, создавать или что-то придумывать или заниматься своим делом. То есть добиться такого состояния, чтобы никто вам и ничто не мешали. Также пас Жезлов рекомендует заняться каким-нибудь рукоделием. Действительно, заняться чем-то своими руками. Может быть, посадить цветы на даче, либо, допустим, что-то сделать из гончарного искусства. Может быть, что-то нарисовать. Может быть, поиграть с детьми. Вот именно ручная работа может быть невероятно полезна для вас на этой неделе. Весы. Пятерка Жезлов рекомендует на этой неделе однозначно не сидеть на месте, а двигаться, делать, пробовать и проявлять какую-либо инициативу. Любое замедление, любое успокоение может быть не очень положительно для вас на этой неделе. Даже если кажется, что вы не знаете, чего делать, вы не понимаете, как это сделать, делайте то, что можете. Проявляйте какую-то активность жизненную. Пятерка Жезлов очень часто даже говорит о бытовой активности, когда мы не просто пошли, куда-то подали документы, придумали какие-то глобальные цели, добились невероятных результатов, заработали невероятные деньги. Нет, это просто встать, помыть полы, убраться, куда-то пойти заняться спортом, прогуляться по улице, с кем-то созвониться, пообщаться. Делать, 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 а не ждать. Также Пятерка Жезлов рекомендует на этой неделе сделать акцент на коллективную работу и деятельность. Именно в коллективной деятельности могут родиться у вас на этой неделе самые потрясающие результаты. Скорпионы, восьмерка кубков вам напоминает, что есть какое-то дело, которое вы до сих пор не можете отпустить. Что вас так тянет? Что вас так держит? Какая привычка? Какая эмоция? Может быть, это просто даже какое-то дело и задача, какое-то задание, обязанность, которую вы просто так отпустить не можете. Вы обязаны это доделать. Доведите до конца и выходите уже из этого колеса. Отпускайте уже этот цикл, чтобы жизнь была с большим удовольствием. Потому что тот факт, что вы закройте какой-то вопрос, доделаете какое-то дело до конца, доведете, поставите точку, он сдвинет вас далеко вперед. Он заставит вас вырасти. Он продвинет вас куда-то выше, может быть, в карьере, либо, в принципе, в жизненных целях, планах. Доведите до конца. Не оставляйте, не отпускайте это на самотек. Очень важно от вас вот это действие, инициатива, готовность, собранность и действительно настрой на то, чтобы взять ответственность за решение на себя. Стрельцы. Тройка кубков рекомендует вам на этой неделе быть готовыми к каким-то переменам, сюрпризам и спонтанностям. Тройка кубков – это карта удачи. А удача – это такая вещь, которая не следует плану. Она появляется всегда абсолютно нежданно. Поэтому оставьте место для сюрприза на этой неделе. Не планируйте хотя бы один день или даже парочку. По возможности, несколько часов в день. Просто не пишите себе никаких планов. Проведите время абсолютно свободно. Поддайтесь вот этому порыву интуиции. Чем вы хотите заняться? Прогуляться, с кем-то созвониться, почитать, отдохнуть, послушать музыку, сходить потанцевать, что вам хочется. Тройка кубков рекомендует вот прямо поддаваться вот этим порывам внутренним. И в том числе поддаваться порывам, которые будут притягиваться к вам изгне. То есть, если какие-то предложения будут притягиваться со стороны, или друзья куда-то позовут, или случится какое-то обстоятельство, которое абсолютно поменяет ваши планы на день, не бойтесь этим переменам поддаться. Козерог. Королева Жезлов рекомендует вам в течение дня быть собой, быть максимально настоящими и уверенными в себе. Вот эта ваша уверенность, и даже в некотором смысле властность, готовность управлять, организовывать, она может очень многим людям на этой неделе помочь. Также Королева Жезлов рекомендует чувствовать себе эту силу. И не искать силу и снаружи. Кто же мне может этой энергией дать? Что же меня вдохновит? Вы сами и есть источник силы. И станете этим источником для себя таковым на грядущей неделе. Прямо составляйте себя, находите ту энергию. Чем вы можете заняться? Что вам требуется для того, чтобы эта сила появилась? Также Королева Жезлов рекомендует на этой неделе сделать особые акценты, внимание на бизнесе, на вашей самостоятельности. Если вы работаете по найму, как-то разграничить свои обязательства. Выделить их, отстоять свои границы. На что именно вы имеете право, чем именно вы занимаетесь, чем именно вы распоряжаетесь. Вот установить свои границы, определить свою зону ответственности крайне полезно на этой неделе. Водолея. Двойка мечей советует вам на этой карте не торопиться с какими-то амбициями и планами. Подождать – это очень выгодная позиция на грядущей неделе. Осмыслить. Не поддаваться каким-то поспешным движениям. Она рекомендует привести сначала мысли в порядок и спокойствие. То есть буквально навести такой фильтр в своей голове, чтобы все стало на места. Чтобы вы смогли четко и чисто увидеть любую ситуацию и вопрос в вашей жизни. Не делайте поспешных выводов о людях, о том, что там сказал кто-то или кто-то что-то имел в виду. Особенно поспешных выводов при общении в формате онлайн, либо созвоне, либо переписке. Любые вот эти форматы общения на расстоянии. Прям никаких выводов. Да, воспринимайте информацию, но подождите, дайте себе время. Вы все поймете, вы все осознаете. И также двойка мечей рекомендует заняться своим внутримиром. Возможно провести медитацию, либо заняться собственной духовностью. Рыбы. Девятка кубков рекомендует вам на этой неделе быть достаточно щедрым. Делиться той самой энергией, эмоциями, вот прям силой и настроением, которое у вас имеется. И также обязательно учитывать тот факт, что вы на этой неделе можете неслабо так влиять на ваше окружение. То есть окажетесь вы в каком-то коллективе и раз, и вы уже поменяли настроение этой комнаты. Поэтому имейте в виду, у вас на этой неделе возможно будет именно такое влияние. Используйте это. Это будет вам во благо. Также девятка кубков очень рекомендует на этой неделе вот прям себя порадовать, похвалить. Ну хотя бы какой-то мелочью, либо не мелочью. Да, себя порадовать и делать так, чтобы вам было действительно приятно. Не ожидать это от кого-то, а самому себе это устроить. Также девятка кубков рекомендует сконструироваться на своем эмоциональном состоянии. Вот где у вас есть недостаток эмоций, либо где есть излишек. Излишки выплескиваем, недостатки восполняем. Позаботьтесь о своей целостности, о своем здоровье и энергетическом балансе. И по итогу не только неделя, но и жесть станет намного лучше. Прекрасная неделя. Удивительное рядом. Начинайте утро вместе с нами на телеканале ОТВ, и вы узнаете много полезного и интересного. Ну что, дорогие мои, пятница. Сегодня пятница, и несмотря на то, что она только начинается, она завершает рабочую неделю, и это уже хорошая новость. И уже повод пребывать в хорошем настроении, при поднятом, таком бодром состоянии духа. Вот. У меня хорошая новость для нас с тобой, Полин. Наш-то рабочий день уже закончился. Да. Вот. Поэтому у нас начинаются с Полины выходные. Ну, а вам осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Если вы не в отпуске и сейчас наслаждаетесь просто вот приятным времяпрепровождением в нашей компании. В любом случае, дорогие мои, мы с вами прощаемся на выходные, а в понедельник ждем вас в этой студии ровно в 8 утра на телеканале ОТВ в программе «Про утро». Хорошего дня вам. До новых встреч.